После приготовления теста филла у меня всегда остаются белки. И чтобы они не пропадали, я делаю безе. Белки я отправляю в сухую чистую посуду и взбиваю в течение 5 минут на средней скорости. Когда образовались небольшие пузырьки, включаю максимальную скорость. Взбиваю белки до образования такой плотной пены. Затем постепенно добавляю сахар, по 1-2 столовые ложки. Лучше всего использовать сахарную пудру, она быстрее растворится. Если нет сахарной пудры, можно её сделать при помощи измельчителя или кофемолки. Постепенно безе начнёт густеть и увеличится в объёме. Если вы ещё не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. Впереди ещё очень много вкусных и простых рецептов. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. У меня прошло 20 минут. Безе уже почти готово. Добавляем столовую ложку лимонного сока. Взбиваем ещё примерно 3 минутки и безе наше готово. Лимонный сок придаст ещё больше белизны и небольшую кислинку. Наполняем шприц. Если нет шприца, можно высаживать безе при помощи чайной ложечки. Старайтесь сделать безе примерно одинакового размера, чтобы оно равномерно всушилось в духовке. Кто не смотрел мой ролик, где я готовлю рулет из безе, вот вверху вам подсказочка. Заходите и смотрите. Возможно, видео будет для вас полезным. Как выложили безе на противень, ничего ждать не нужно. Сразу же отправляйте его в духовку. Время сушки безе зависит от его размера. Также из этого безе можно сделать различный декор для торта. Этот противень с безе я не сразу отправила в духовку. И видите, он не такой гладкий, и безе понемногу стало уже оседать. Готовое безе должно легко отходить от пергамента и издавать глухой звук. Безе я сушила ровно час. Этот противень был на середине, безе осталось белым. Второй противень сушился вверху духовки, я его немного передержала. И безе получилось кремового цвета. Безе я сразу вытащила из духовки. А если у вас есть сомнения, просушилось оно хорошо или нет, выключите духовку и оставьте безе до полного остывания в духовке. При этом откройте немного дверцу и пусть безе там остывает. Вот и всё, друзья. Балуйте своих родных сладостями. Я желаю вам хорошего настроения и удачи. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok